А вот когда вы подписывали исторические Беловежские соглашения со Станиславом Шурскевичем, с Борисом Ельциным, вы могли тогда предположить, что Россия аннексирует Крым, что Россия будет вести необъявленную войну на востоке Украины? Конечно нет. Я снова вам расскажу. Такой случай мы сидим после заседания Совета независимых государств СНГ. И журналист, мы с Ельциным сидим за столом, журналист задает вопрос. Борис Николаевич, вот сейчас ширятся такие слухи, говорит, что Россия может пойти войной на Украину, даже с применением атомного оружия. Ну, было такое время. Ельцин посмотрел на него, потом посмотрел на меня. Мы сидели, он встал и очень рельефно пальцем по телу виска и сказал, вы что? Война? Россия против Украины? Вы считаете это возможным? Мы братья, мы единой колыбели. Потом обращаются ко мне, Леонид Макарович, а вы как считаете? Я говорю, Борис Николаевич, я считаю точно, как вы. Я не допускаю это. И я действительно так считал. Но чтобы убивать, аннексировать, ставить задачу полностью уничтожить государство, ведь же официальная задача-то Путина какая? Уничтожить украинское государство. Такого я в страшном сне предположить не мог. Но я не думал, что вообще такие люди могут родиться. Я хотела поговорить с вами про аннексию Крыма. Вы неоднократно говорили, я процитирую. Крым сейчас является частью России и больше никогда не станет частью Украины. И что Украине нужно думать о том, чтобы не потерять еще больше территорий. И что крымская история – это бесповоротная ситуация. Можно ли тогда, если провести, может быть, это не очень корректные параллели с Абхазией и Южной Осетией, что это тоже бесповоротная ситуация? Нет. Параллели проводить нельзя и не надо, потому что это просто неправильно. Во-первых, в истории не бывает абсолютно единичных примеров. А что касается Крыма и Абхазии и Южной Осетии, это абсолютно разные вещи. Потому что, во-первых, в Крыму население практически 95% – это не прорусские, а русские. Это нужно было тоже учитывать украинскому руководству. Я уж не говорю про историю, кому кто что принадлежал. Это для современного международного права естественно не является показателем и правильно. Давайте скажем, в Крыму был проведен референдум. И никто практически реально не ставит под сомнение этот референдум, потому что в нем принимало участие практически 90% населения. Мы прекрасно знаем, какой был результат. В Абхазии и в Южной Осетии была проведена этническая чистка. То есть референдумы и выборы там были проведены после того, как коренное население в Абхазии где-то 350 тысяч беженцев, а в Южной Осетии где-то 150 тысяч человек были выдворены из страны. Давайте вернем этих людей в Абхазию и в Южную Осетию, проведем референдум и уж потом поговорим, если они проголосуют за независимость Абхазии и Южной Осетии. Нам придется это признать. А Крым чей, господин президент? Сейчас? Да. Сейчас де-факто он в России. Украина будет читать еще долгое время его части Украины. Россия долгое время будет. Не долгое время Россия де-факто включила в состав Российской Федерации. Я думаю, это будет длиться очень долго. Вы знаете, мы имеем Карабах, и опыт Карабаха подсказывает, что такие ситуации быстро не решаются. Пройдут, сменятся поколения. Ну, если не найдут какую-то формулу, назвать Крым общим домом для Украины и для России, есть такие идеи. Насколько я знаю, экспертное сообщество предлагает некие такие идеи. То есть создать ситуацию некого фандоминиума, то есть ситуацию, при которой фактическое пребывание где-то там Крыма не имело бы столь большой важности. То есть создать условия, при которой и украинцы будут чувствовать себя так же комфортно в Крыму. Сейчас иногда сравнивают Приднестровье и Крым. Что общего у них и в чем разница? Ничего общего. Если только, например, Крым был оторван от России на долгие годы, даже больше, чем сейчас Приднестровье. А Приднестровье оторвано от Молдовы, вот уже почти 25 лет. А Крым чей? Крым так, как решился вопрос. Он ли есть тем, которые решили вопрос? А что вы меня испытываете? Но в данном случае все же знают, каким образом был Крым передан Украине, когда и кем, и в какой ситуации и так далее. Просто установили законность этого. Ну, кроме того, кто не знает и кто не помнит, что сколько на земле крымской, так сказать, российской крови в разных войнах и с турками, и до турок, и после турок, с фашистами и так далее. О чем мы говорим? Так можно менять границы, получается. Вот у вас в программе партии, вот я на сайте читала, четыре основные постулата. Европейские свободы и стандарты, стратегическое партнерство с Россией, молдавская идентичность и территориальная целостность Молдовы. И где вы будете менять границу? Крым. Это не программа Крыма, это наша партия. Мы его исходим из наших вопросов. Вот мы на этих принципах здесь у себя так стоим. Там есть правительство России, есть кому решать эти вопросы. Поменялось ли ваше отношение к российским лидерам, к России после аннексии Крыма и военного конфликта на востоке Украины? Ну, если и изменилось отношение, то только в лучшую сторону. Почему? Я объясняю. Во-первых, я считаю, что конфликт в юго-восточной Украине, он полностью лежит на совести нынешнего руководства Украины, во главе с президентом Порошенко. Это они развязали эту войну против собственного народа. Что касается Крыма... А Крым чей? Крым российский. Я в этом абсолютно убежден. Любой человек, сведущий в мировой истории, в истории российского государства, вам скажет то же самое. Крым – это чисто и исключительно российский, русский проект. Это просто волонтаристский жест Хрущева. Я думаю, что не было на него второго Сталина. Если бы даже сегодня ожили сэр Уинстон Черчилл и президент Рузвельт, они бы тоже сказали, что Крым – это русский. Путин все-таки, как бы мы его не оценивали в свете сегодняшних событий, человек сильного характера. Человек, который решает и делает. Это должны понять западные руководители, американские. Исходя из этого, должны разговаривать с Россией в том плане, чтобы не получились страшные моменты типа Крыма или что-нибудь похуже еще в дальнейшем будущем. Санкции приходят и уходят. Санкции никогда, как любые штрафы, не вечные. Даже самых-самых страшных преступников со временем, ну, то, что не оправдывает, но выпускают на свободу. То же самое с санкциями, которые сегодня западный мир справедливо наносит России. Но надо дальше думать западным политикам, какой дальше будет диалог. И должны... Для меня, например, к удивлению, непонятно, почему западный мир не предвидел ситуации Крыма. Для меня это, как для президента и для какого политика, было немножко удивительно. Как же так? Никто в мире это не предчувствовал, не видел, ну, и даже не предугадывал. Да, риторика была, что это возможно. Ну, где же все разведывательные системы и аналитические системы, и концепции? Оказывается, что западный мир совершенно не чувствовал, о чем мыслит и о чем думает Россия. Вы предчувствовали оккупацию Крыма? Я бы сказал... То, что сейчас на востоке Украины происходит. 350 лет с дня образования Московии, московского государства, у нас не было в Украине ни одного года спокойной жизни. Мы всегда жили в атмосфере российской агрессии. Она, правда, разная была. Или она 172 раза касалась нашего языка, которым запрещали нам говорить, петь песни, петь литургию, издавать обетки и так далее. Или она касалась нашей книги, нашего фильма, нашей библиотеки, нашего театра, в конце концов, нашего телевидения и так далее. Или это касалось непосредственной оккупации. Мы потеряли за последние 100 лет очень много территорий, особенно в зоне приграничной с Россией. Путин, естественно, видит свою миссию в формировании одного из геополитических центров политики мира. Он так видит величие России. Это программа-фиаско. Это план неадекватного человека. Но то, что он брязкает оружием каждый день, что каждую неделю куда-то падают самолеты, куда-то не туда торпедные ракеты летят, это все показывает, что это дрянная политика. Она бесперспективная. Но, правда, и другое. Она никому не даст спокойно жить.